друзья всем привет с вами любовь я приветствую вас на своем канале и сегодня хочу вам показать свои обновочки на днях у меня появились вот такие вот прекрасные цветочки я конечно хотела купить эти цветочки но все стеснялась купить и муж ездил сам краснодар заехал в леруа мерлен и купил вот эти вот цветы тайком от меня я бы конечно с таком количестве сразу не купила я бы может быть по одному покупала а вот он решил купить мне вот так вот сразу знал что я хочу эти цветы я как бы ходила вас смотрела выбирала там нравится мне вот такая вот аллаказия поле поле да и вот она такая красивая вообще эффектное растение она вот выделяется из всех растений в комнате я все озеленяю свой зал хочется чтобы такие большие какие-то растения были крупные вот фикусе все присматривала себе так фикус это у нас фикус те тенеки тенеки варигатный такой довольно большим вырастет ну вот хотела я такие хорошие большие растения вот аллакази он купил даже две потому что я с этими растениями не знакома вот он меня для страховки сказал играйся выращивая их если что-то не получится есть другая я с этими растений и вот такой вот купила мне большой фикус лирата бомбину ну да очень мне нравится такие вот его большие листья как раз такие большие комнаты холлы гостиные вот такое растение будет очень хорошо смотреться в интернете увидела еще что есть варигатная форма а я же как сорока на золото так на блестящее так и я на варигатность вот теперь у меня такая мечта есть купить варигатную форму ну посмотрим как мы подружимся с этими растениями и сегодня я хочу поменять им грунт они сидят конечно же в транспортировочном торфе я тут намешала вот торф свой тут у меня кокосовые чипсы перлиты и верховой торф вел торф компания вал торф и немножко добавила туда биогумуса биогумуса так ну хочу посмотреть что у нас там с корневой системой сначала вот возьмем молок ази мне интересно что там я наверно просто поменяю грунт не станут менять горшочек а поменяю просто грунт хорошо воскнулся ничего не прилипло чуть-чуть обсыпем вот здесь просто топ верховой видно что белый тур вообще белый тур верховой самый лучший для растений тоненькие корни вообще никогда не видела у меня нет никогда не было этих растений поэтому я даже не знаю что там вот такая вот корневая система я сильно ее ворошить не буду потому что так что у нас это он будет новое растение это вот деточка получается но я ее подложить его от не . получается вот еще одна детка бульбочки такие я их отделять не буду сейчас ворошить не буду пусть растет вот один листик у меня отвалился сам по себе тут вот новый листик лезет уже раскручиваться должен так это я думаю тоже новые росты идут вот это вот тоже новые росты может быть это корень может быть это корень вот наверно корень все таки а вот это новые росты не буду сильно ворошить потому что просто хочу поменять землю и все так вообще в интернете прочитала что ему можно составить грунт и из-за зерновой ну я земля дерновая для питания я не стала дерновую землю потому что там могут быть всякие вредители я очень поломал я туда добавила биогумус для питания сделала такой рыхлый субстрат все будут дальше тревожить растение посмотрю как она будет моих условиях жить одно растение я оставлю в оранжерея где у меня влажность 60 70 процентов даже бывает зимой 80 процентов влажности одно растение я заберу себе в дом поставлю его там и посмотрю как будут они у меня расти берем второй горшочек тоже аккуратненько вытаскиваю потихонечку так вот полью немножко растение сухое было хватит все сливается капает значит прошла вода все поставим пусть стоит так посмотрим что здесь у нас там я уже посмотрела рада что есть новые росты тут что так вот тоже еще одна вижу луковичку еще есть маленькая вот еще есть очень рада так тревожить сильно не буду боюсь что-нибудь сломать так немножечко немножечко землю уберу торфу беру немножечко все в порядке очень сильно не сам отваливается маленький такой стволик уже хорошенький по цикле и немножечко так просто сверху прицеплю как он был в таком такой высоте на посажено так я ставлю это чуть-чуть поменяю грунт чтобы он был более питательный потому что там транспортировочный торф он быстро иссякнет простенью нужно расти интенсивно расскажите в комментариях нравится ли вам короткие видео или длинные видео побольше которые чтобы можно было что-то несколько растений пересаживать или лучше каждое растение по отдельности сажать вот я делаю такое видео красивый какой а тут новый листочек лезет вот деворегатность там вот он такой сморщенный потому что ему не хватает хлорофила и вот нету этого вот этих клеток столько чтобы строить листочек поэтому эта сторона всегда будет не симметричные так ну тоже вынимаем горшочек так что у нас тут у сетки мы пересажены видно вот сетка это был череночек укорененный потом было пересадили побольше горшочек корневая тоненькая сейчас чуть-чуть обтрусим земельку сильно не будем тревожить корневую немножечко так просим сетку наверное я эту снимать не буду потому что корни корни будут травмированы они оборвутся пусть она там будет она в принципе не мешает корни уже вышли через нее все больше тревожить не буду большую часть сетки вышла корней все я их освободил от этого торфа так смотрим вы видите ли никаких нету и я бы сюда наверное положила немножечко осмокота принеси пожалуйста осмокот а там где у нас все удобрения бежать верхний осмокот это такие шарики так сейчас мне помощница принесет осмокот ему наверно горшочек положим да вот это вот так вот такой осмокот купила здесь он получается на 8 9 месяцев это был практически год растение можно не подкармливать они будут сами растворяться там на низ насыплю немножечко и со осмокотом не работала так что не знаю вот сколько его сыпать если кто с этим удобрением ну так вот насыплю наверно больше не буду если кто с этим удобрением уже работал подскажите сколько на вот такой горшочек там на пол-литра или на литровый горшочек сколько нужно осмокот осыпать так и засыпаю земелькой чуть-чуть туда чтобы не было пустот чуть-чуть я потрамбую все чуть-чуть тоже так при этого чтоб притопчу чтобы растение не выпало и и надо полить водичка у меня уже закончилась поливаем вот посмотрим так это я наверное такой фикус наверно тоже насыплю осмокота чтобы не мешало мне так все вынимаем так смотрим что у нас тут с этим растением что у нас тут с корневой видно часть корневой потемнела но есть новое корни корни молодые или тут вот тоже все плело корнями освободить вот это вот я его не поливала так он по мне попал вот он тут сыроватый кто знает какой нужен полив именно этому фикусу напишите пожалуйста в комментариях что он любит полив просушки или нужно ему постоянно чтобы была сыроватая земля или нужно его просушивать я просто у меня это растение впервой поэтому я даже не знаю так прошу вашей помощи такие у нас корни тут корней много вот вот видно новые лезут корешки корешки все так череночек это корни освободили это уже все сажу в эту же земельку в принципе не знаю оглашочек наверное менять не буду в этот же посажу напишите напишите еще как и формировать кто знает как формировать ему крону нужно ли его обрезать чтобы он как-то опустился или как-то растет в один ствол я практически о нем ничего не знаю так насыпаем и чуть-чуть осмокота положу вот так вот тоже все больше не буду мне даже кажется что я наверно много положила что ли так саня засыпаем чуть-чуть притомбровываем чтобы у меня с горшочка не выпало ну вот в таком горшке у меня пока побудет в этом шабстрате я думаю должен новые корни пустить и потом пока плетет корневая система я буду за ним смотреть и пересажу уже побольше горшочек так поливаем подписывайтесь на мой канал будет много интересного растений много так что буду постоянно показывать свои растения как они у меня растут во что я их сажаю что с ними происходит будем вместе следить за этим процессом ставьте пальчики вверх кому не трудно вам не трудно мне будет приятно жду вас гости не забудьте на колокольчик нажать чтобы не пропускать новые видео спасибо и всем здоровья всем пока спасибо 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 тебе с